Добрый вечер. Вот совсем недавно были опубликованы новые квоты на 2017 год для получения разрешения на временное проживание и дальнейшего получения вида на жительство для тех иностранных граждан, которые не родились на территории России или Советского Союза. То есть эта информация, она прежде всего конечна и интересна тем иностранцам, которые хотят поменять свои рабочие визы, либо вообще перестать получать визы и пребывать в России по разрешению на проживание, либо для того, чтобы получить в России вид на жительство и жить и работать со своими семьями здесь. Так вот, значит, из опубликованных данных Федеральной миграционной службой на 2017 год квот выделено немного меньше, чем в предыдущие годы, но это, в общем-то, такая устойчивая тенденция с 2013 года, когда каждый год квот выделяется все меньше. Из таких, собственно, важных моментов надо знать, что Москва рассмотрит в этом году 2000 дел по выдаче вот этих квот на разрешение на временное проживание. Московской области выделено, если я не ошибаюсь, около 20 тысяч или 15 тысяч мест, на Питер немножко меньше, то есть там, по-моему, полторы тысячи, соответственно, и где-то около 10 тысяч на район, на Ленинградскую область. Вот, в целом, на Россию выделено в год, по-моему, 110 или 111 тысяч, значит, дел на квоты. Вот, вкратце, собственно, вот эта процедура, она касается не граждан СНГ, а граждан именно из дальнего зарубежья и, так называемых, граждан из визовых стран. Процедура сложилась достаточно давно, но я ее все-таки напомню. То есть сначала иностранный гражданин у нас получает разрешение на временное проживание, оно выдается сроком на три года, он обязан зарегистрироваться, и вот по существующим правилам, через год, прожив здесь с РВП, он имеет право подавать на вид на жительство. Дальше здесь ситуация такая, что есть иностранцы, которые не хотят отказываться от своего основного гражданства и живут с этим видом на жительство, резидент статус, продлевая его каждые пять лет. Либо, если есть у человека такая необходимость и желание в стране жить, обладая полным объемом прав и обязанностей, тогда, через пять лет, прожив с видом на жительство, человек может подавать на российское гражданство, получать российский паспорт, отказываясь при этом от гражданства своей страны. Вот. Какие здесь тоже есть важные моменты? То есть я почему говорю, что эта информация в основном касается граждан дальнего зарубежья, потому что для тех, кто родился в России или в СССР, сейчас действует достаточно неплохо вот эта вот программа переселения соотечественников. Она децентрализованная, то есть она выделяется не всем регионам, а только тем регионам, которые действительно готовы принимать к себе людей. Я знаю, что в прошлом году эта программа достаточно хорошо работала, и люди, которые родились на территории бывшего Советского Союза, буквально за 6-8 месяцев получали российские паспорта. Поэтому это совершенно отдельная тема, я на ней не хочу останавливаться. Вы можете получить по ней исчерпывающую информацию именно в региональных подразделениях миграционной службы, ну или МВД, сейчас все в МВД передали, но все равно отделы ФМС там остались. То есть если вы имеете такое намерение подаваться по упрощенной программе переселения соотечественников, вы можете обращаться либо в российские консульства с разъяснениями, либо если вы уже находитесь на территории России, то непосредственно есть ответственные люди в каждом подразделении, крупном подразделении в управлениях Федеральной миграционной службы. Есть информационные счеты, читайте эту информацию, как бы эта программа вот для вас. А для людей из дальнего зарубежья, да, вот действует вот эта вот программа РВП на три года, потом через год вид на жительство на пять лет, и дальше либо вы продляете, либо вы подаете на гражданство. Вот такая вот информация на семнадцатый год, которую мы хотели, который хотел поделиться, рассказать. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok